Скажите, пожалуйста, вот у меня не складываются отношения с мужчинами. А вы очень жестко себя ведете с ними. У вас очень сильное чувство правды, женской правды, и вы сильно очень доказываете ее мужчинам, считая, что они обязаны знать вашу правду. Но при этом сами их правду вообще не знаете. Может быть. Как мне знать эту правду? Страдания заставляют человека знать иногда. Когда человек очень напористый, упрямый, страдания заставляют знать правду другого человека. На самом деле отношения означают принять правду другого человека. Это трудно очень сделать. Когда ты его правду принимаешь, тебе кажется, что он твою вообще никогда не примет и не поймет. Но если ты способен его правду принять и живешь в этой аскезе, то он становится благодарным очень со временем. Потом начинает понимать твою правду постепенно. Но вы никогда не мирились с мужчинами, вы всегда их побеждали, пытались победить, победить и ломали их. Потому что женщинская психика сильнее мужской, причем в несколько раз. Не просто там сильнее, а в несколько раз сильнее. Если женщина хочет мужчину победить, она его обязательно побеждает и ломает. Не просто побеждает, а ломает его. Внешне мужчина сильнее. И в жизни, в поступках мужчина сильнее. Но в психике женщина сильнее. Если она начинает доказывать ему свое, то он не может с ней ничего сделать. Она его побеждает. Поэтому женщина должна научиться уступать. И тогда будет баланс. Мужчина должен перестать быть слишком давить на женщину, быть слишком сильным с ней, вести себя нежно, аккуратно. А женщина должна перестать отстаивать свое так сильно. Иначе она ломает мужчину просто. И что мне делать? Как мне дальше? Жить. Как дальше? Жить. Жить. Задавайте конкретный вопрос. Конкретно. Человек ушел, все, человека нет. Ну вот, об этом и речь. Поэтому говорю, жить. Жить, жить. Развиваться, становиться сильной, правильной. Получать счастье. Вот как женщина, которая здесь сидела. Она развивается, получила счастье и сказала вам всем. Молитесь по шесть часов. Работайте над собой. И вы будете счастливы. Она так сказала. Я тоже то же самое могу сказать. Придерживаюсь этого взгляда. Люди в основном ленятся. Они не хотят побеждать судьбу. Ленивые очень. Они могут плачет, скулить. Олег Геннадьевич, помогите. Я больше не могу так жить. Ну не можешь молиться? Нет. Вы помогите, Олег Геннадьевич. Я не могу сама себе помочь. Я ленюсь. А вот вы мне должны помочь. Такая позиция. Часто у людей бывает. Вы можете себе помочь. Вы сильный человек очень. Но вашу силу вы направляете на других всегда. И пытаетесь их менять. Теперь направьте на себя. Поменяйте себя. И вы станете счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok